В Кирове 13.06 программа «Особое мнение» в эфире. Я Анна Лапшина приветствую слушателей и говорю здравствуйте гостю нашей студии Константину Сичихину, члену общественного совета при федеральном дорожном агентстве Росавтодор, так больше мы эту структуру чаще называем, а также член рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог. Эта группа работает при общественной палате Кировской области. Константин, добрый день. Добрый, добрый день. Напоминаю слушателям нашим, что участвовать в разговоре можете и вы через форму анонсов на нашем сайте можно задавать Константину вопросы. Ну конечно с темы дорог мы начнем. Прекрасная совершенно погода за окном. Испытание для нового главного дорожника города Кирова. Назначили нового главного дорожника. Вместо Альберта Гудного им стал Евгений Лунев. Его кандидатуру сегодня, точнее Лунева сегодня на оперативном совещании представил глава администрации Кирова Илья Шульгин. Евгений Лунев родился в Курской области. Работал в Федеральном дорожном агентстве Министерства транспорта России и в государственной компании «Российские автомобильные дороги» с 2014 года в дочерних организациях «Холдинг Автодор». Знаете ли вы что-то Константин про Евгения Луневу может быть знаком и лично. Ну и в целом опять иногородний сотрудник. Третий уже иногородний за последние годы. Да, за последние 2-3 года практически каждую погоду отработал. Это уже третий товарищ, который приехал к нам из Москвы. Из того города, из Москвы. В Российской Федерации строится госкомпания «Автодор». И данный гражданин, как я понимаю, согласно его истории, про которую вы рассказали, он работал в дочерней какой-то подструктуре данной госкомпании. Так, очередной иногородний специалист. Специалист с московским опытом и наверняка нерегиональным уровнем зарплаты. Приезжает в Киров на зарплату какую? Зарплата у него, конечно, тут невысокая. Там порядка 50 тысяч у них оклад у руководителя дирекции должного хозяйства. Ну вот, и делайте выводы, для чего данный гражданин приехал сюда. Ну, все вероятно, работать и делиться опытом. А дальше посмотрим. Уговорили? Уговорили. Уговорили. Я не думаю, что в Москве люди, работающие в дорожной отрасли, получают 50 тысяч рублей. В госкомпании «Автодор», работая на руководящем посту, ты будешь получать в 3-4 раза больше, по крайней мере. Это что, бессеребряничество такое в Киров ехать? Нет? Я думаю, что вы его позовете когда-нибудь на эфир. Мы обязательно пригласим, конечно. Как Альберт Валентинович здесь был, как Минькин Андрей здесь тоже находился. И они вам расскажут, почему, и он вам расскажет мотив, почему. Может, ему вятская природа понравилась. Может быть, как и всем остальным, понравилась наша вятская природа, наш край. И вот та погода, которая сейчас творится за окном, та погода, которая непредсказуемая, можно так сказать. Потому что говорили, что будет тепло и солнце будет светить, а тут на тебе и снег завалил. И фактически такому руководителю сейчас надо оптимизироваться и максимально выезжать на дороге и следить, как техника будет убираться за улицами. Вот, теперь два серьезных вопроса. Первый. Мы в третий раз приглашаем в Киров иногороднего специалиста, который будет заниматься и ремонтом, и содержанием дорог. У нас своих специалистов нет? Ну, чем чревато приглашение иногороднего специалиста? Пока он входит в курс дела, пока он знакомится со всем, изучает все улицы, понимает дорожную вот эту вот сеть нашу, да, где, что и как. Проходит время, а время дорого. Вот, смотрите, как бы, с одной стороны иногородний специалист, это неплохо, особенно иногородний специалист, который работал в организации госкомпании «Автодор». Почему? Потому что я очень хорошо знаю эту структуру работы госкомпании, да, это маленькая другая. Это не «Росавтодор», это госкомпания «Автодор», которая занимается строительством, капитальным строительством платной автомобильной дороги. Дорога хорошего качества. Да, это дорога хорошего качества с гарантийными обязательствами 8 лет, где и 9, там где-то, там минимум гарантийные обязательства, где 5 лет, да, а на покрытие, на основании, там 8 лет гарантийных обязательств. У человека, если этот человек и этот гражданин работал именно на дороге, ну, как вы перечисляли, у него опыт большой, у него есть дорожное образование, да, значит, он там работал и имел какое-то отношение к строительству платных автомобильных дорог, значит, у него есть очень большой опыт за плечами. Во-первых, это того качества, которое выполняются в платной автомобильной дороге, во-вторых, те требования, которые предъявляет госкомпания к подрядным организациям. И все-таки подрядные организации, которые заходят на строительство платных автомобильных дорог, они идут не на год, не на два, а как минимум на 5 лет, кого того и на десятилетие. Отношение к делу у человека должно быть серьезное, это его профессиональная, скажем так, ну, одна из профессиональных обязанностей, относиться в том числе к качеству работы, которую он должен делать. И все практически новые введения, которые у нас есть в сфере дорожного строительства, они тоже в основном всегда пробируются на платных автомобильных дорогах. Это вот один из примеров, о которых мы не раз заявляли и говорили, это внедрение в контрактную систему гарантийных обязательств не сроком, а денежными эквивалентами. А именно это когда подрядчик, который выходит на строительство, капитальное строительство автомобильной дороги, у него в контракте забита сумма на весь срок гарантийных обязательств. Эта сумма, она находится на расчетном счету, не подрядная организация, а спецсчет, который находится у госкомпании, ну, как бы где-то в банке, да. И эта сумма постепенно отдается подрядчику в течение всего гарантийных обязательств. Если вдруг подрядчик слился, проще сказать, да. Он деньги не получил. И госкомпания имеет право эти денежные средства тратить, ну, на те гарантийные обязательства, которые должен был... Передать тому подрядчику, кто будет делать, нести гарантийные обязательства. Это хороший пример, когда мы с вами сталкивались неоднократно, когда у нас подрядные организации просто-напросто сливались, и гарантийные обязательства не было никому выполнять. Вот это мы предлагали неоднократно, предлагали и Министерству транспорта, и Дирекции дорожного хозяйства внедрить данную инициативу, о которой я рассказывал и здесь, в студии, и не раз на рабочей группе. Надеюсь, что Евгений Лунев данную инициативу внедрит в контрактную систему, так как он работал в госкомпании и знает, что это такое. И, по крайней мере, госкомпания уже не первый год по данному направлению работает. Вот, Константин, ну а теперь, смотрите, у нас БКД на носу. Ну, не на сон, у нас БКД уже два года проходит, и впереди еще, как минимум, четыре года. Впереди-то работа сейчас, активный сезон начинается. Успеет ли Евгений Лунев войти в курс дела, и не провороним ли мы опять все сроки, и не будем ли мы делать дороги в сентябре под снег? Если, как описывают опять про этого человека, что он такой первоклассный специалист из его биографии, я думаю, что специалисту не стоит большого времени разобраться в той ситуации, которая у нас происходит. С учетом того, что, по сути, на сегодняшний день улицы определены, объемы работ определены, список есть, объемы работ тоже определены, ничего не надо там сверстывать заново, либо что-то рисовать. Сметы уже составлены, практически на контракты уже выходим, да. Остается только проследить, чтобы все грамотно было выставлено на площадку, это все было отторговано, подрядчики заявились, вся процедура в рамках закона была проведена, и дальше уже контролировать. Да, контролировать. Ну, плюс еще, давайте не будем забывать, что у нас весна, грунты пошли, дороги стали расплываться. А вот сейчас мы об этом поговорим. Как раз вот Евгения Лунева, я бы порекомендовал сейчас поднять бы все контракты по БКД, которые у нас были в 17-18, по дорожному ремонту 16-го года, и посмотреть те гарантийные обязательства, которые у нас остались у тех подрядчиков, которые у нас работали на уличной дорожной сети. И наложить эти обязательства на сетку дорог и посмотреть, где образовались ямы. Конечно, конечно, посмотреть, кто остался, кто не остался, проверить все улицы, проверить, делать дефектовку на сегодняшний день, да, в каком состоянии, потому что мы с вами едем и видим, что ям становится все больше и больше. Хорошо. Это и зимой может привести к тому, что ремонт городских дорог поплывет этой весной. Мы сейчас, кто ездит по городу, уже видим, что происходит с нашими дорогами. Мы видим большие достаточно ямы. Это вот улица Производственная, улица Щерса, улица Луганская. Там сразу предупреждая ехать, надо очень осторожно. Такие есть ловушки, да, где можно и колеса оставить. Это не всегда дороги те, которые ремонтировались по БКД в прошлом и позапрошлом году, но тем не менее. Да, то, что вы сейчас перечислили, конечно, это не те улицы, которые... Нет, они частично ремонтировались. Кусочками, можно так сказать, они ремонтировались в рамках и федеральной программы безопасной и качественной дороги, да. Но практически очень плохие участки, это те участки, которые в ремонте не были годами, да. Которые ремонтировали, либо ремонтировали ямочным ремонтом, либо ремонтировали ремонтом, просто верхний слой замены делают, производили и все на сегодняшний день. Рабочая группа уже город объехала вот после того, как снег пошел? Нет, рабочая группа еще пока город не объезжала. Это только планируется в ближайшее время, потому что говорить, ну, делать на сегодняшний день объезд еще пока рано. Мы видим еще снег, если на обочинах, снег идет на улице сейчас прямо, да. И ехать сейчас и делать какой-то объезд пока нецелесообразно, так как... Ну, ближайшие даже две недели, я думаю, тоже еще нецелесообразно, так как грунты еще ходят, водонасыщение идет, грунтов большое, так как снег тает, да. И пока дороги у нас расходятся, ломаются, если так сказать, и где-то трещины появляются, где-то ямочность появляется. И пока ехать и делать какой-то анализ по той ситуации, которая происходит на улицах, пока рано. Так, ехать и анализировать рано. Рабочая группа собирается где-то через две недели, я так понимаю, да. Ну, это все зависит, будет... Это в середине апреля, от погоды будет зависеть, но понимаем. Это только от погоды, да. Да. Программа БКД пока еще торгуется, ремонты еще не начались, а ямы в городе появились. Что будет происходить в ближайшие месяцы? Ямы в городе, они появляются... Они не маленькие. Они всегда были и будут, и все зависит от бюджета и от желания администрации эти ямы исправлять, да. Какой у нас бюджет? Если у нас 4 миллиона рублей выделяют на ямочный ремонт... В этом году? Ну, вот недавно было объявлено, что 4 миллиона рублей выделено на ямочный ремонт, я просто не могу вам сказать, там, на этот год, на весь год, на один месяц, на два месяца. Хорошо, хорошо. 4 миллионов на что хватит? Это ни на что не хватит. Это хватит только заделать те ямы, которые на сегодняшний день выписаны предписанием сотрудниками ГИБДД администрации, либо где-то там прокурорское воздействие идет по этому поводу, предписание, да, или требование по устранению данной неровности. Вот. Максимум этих денег хватит вот на это. А чтобы более-менее привести в состояние уличную дорожную сеть от ям, избавиться от ям, да, ну, конечно, это копейки. Это просто-напросто мы должны понимать. Как минимум на это надо выделить на весенний период времени, там, 20-30 миллионов рублей. А их нет? Их никогда нет и не будет. И у меня тут вопрос-то больше, знаете, не то в том случае их нет. Их куда-то перераспределили. Они должны быть в бюджете, они должны быть, раньше же были эти деньги, правильно, выделяли на яму, там, по 50 миллионов, когда не было программы безопасной. Вот тут вопрос, Константин. В прошлом году эта проблема возникла. Многие эксперты в нашей студии говорили об этом, что появилась программа БКД, это здорово, но программа БКД подразумевает софинансирование со стороны региона на ремонт. И все деньги, которые у нас были, все деньги, для того, чтобы получить федеральный миллиард, там, да, мы ухнули в эту программу в качестве софинансирования, а на ямочный ремонт остались какие-то вот, ну, несчастные, не копейки, конечно, но близко. Я, конечно, не эксперт в бюджете области, в бюджете Кирова, да, как бы не могу вдаваться в подробности, куда мы там, какие деньги ухнули и в какое направление, да, ну, знаю только одно, что в БКД мы практически ухнули все денежные средства, которые мы сэкономили за счет передачи автомобильной дороги Киров-Перь. Там порядка 400 миллионов рублей было сэкономлено, когда освободилось, когда в 17-м году эта дорога перешла, да. Вот практически вот эти все там 400 миллионов рублей, они ушли в БКД, да, вот. Это подтверждающая информация, это было сказано и в правительстве области в свое время еще, вот. А вот по бюджету города Кирова тут, конечно, сталкиваешься с многими вопросами, только по той причине, что раньше эти денежные средства на ямочный ремонт каким-то образом находились, да, находилось и 20, и 30, и 50 миллионов рублей, когда не было программы БКД, да. А сейчас на сегодняшний день, ну, 4 миллиона рублей. А, то есть может быть, может быть, просто сделано не в софинансировании, а в том, что чиновники расслабились? Раз есть программа БКД, пусть вот федеральными деньгами сколько придется, только отремонтируем, а городские деньги на что-то другое потребуют. Ну, можно и так это сказать, да, что есть какое-то расслабление, а в данной ситуации, я думаю, что просто решили эти денежные средства перераспределить в какое-то другое направление, есть строительство и детских садиков, там и школы строят, да, где-то идет какое-то софинансирование, есть социальные какие-то проекты, да, вот. Может быть, может быть, эти деньги ушли и в этом направлении, но за содержанием уличной дорожной сети надо следить. И если мы не будем заниматься сейчас ремонтами, даже пусть ямочными ремонтами, да, то мы будем тратить в будущем еще больше денег, чем мы тратим на сегодняшний день. И в итоге все эти 4 миллиона рублей потом нам покажутся в 40 миллионов рублей, так как мы все с вами понимаем, что дорожную сеть надо содержать в надлежащем состоянии. И Юрий Львович, когда здесь был, недавно особое мнение у него было, он рассказывал про другие страны, про другие государства, так я хочу сказать, не только в мусоре надо следить за этим всем, так и в других государствах, в других странах и за содержанием уличной дорожной сети следят от а до я, для того, чтобы лишний раз не вкладывать дополнительные денежные средства. Ну, мы все понимаем, маленькую ямку заделось проще, чем большую. Вот одна хорошая инициатива, я просто не слышал, может быть, я где-то когда-то годами это проходил стороной, эту новость, да, но эту новость, вот я сам не раз наблюдал в этом году, в городе раньше стали чистить ливневые канализации в этом году, да, пусть даже там горячей водой, холодной водой, но суть в том, что я вот 2-3 года, когда я там ездил по городу Кирова, я не видел, чтобы в это время начинали чистить ливневые канализации, да, в этом году я порядка там 2-х машин и ни в одной части города видел, как они стояли и вычищали ливневые канализации, и это правильно, только по той причине, что сейчас идет уже обильное таяние снега, и в воде куда-то надо деваться, и если мы вовремя почистим ливневые канализации, то хоть убережем каким-то образом... Где-то эта вода уйдет, да, где-то она уйдет, и хоть где-то дорога будет в надлежащем состоянии, менее будет разрушаться. Константин Сичихин в нашей студии, член рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог, и член градостроительного совета при администрации города, насколько я помню. Да, пока есть такое. Да, верно. На прошлой неделе было заседание градсовета, обсуждали там 2 достаточно серьезные темы. Это строительство на улице Производственной, вблизи от Разворотного круга, там, Советским трактом, да, строительство торгового объекта из двух зданий, маленького и большого, и обсуждали строительство жилищное на улице Рудницкого. И я так понимаю, оба этих вопросов вызвали массу претензий и со стороны городских властей, и со стороны общественников, и оба эти проекта завернули, по крайней мере, временно. Вот честно, когда я шел на это заседание градостроительного совета, я не ожидал, что будет такая жесткая, ну не то, что такая дискуссия, дискуссии ее практически не было, да, я редко слышу какую-то дискуссию на градостроительном совете, да, кроме как высказывание Ильи Вячеславовича на сегодняшний день, которое очень четко и ясно стоит на тех моментах, которые связаны с градостроительной политикой города Кирова, да. И да, вот ситуация возникла такая, какая была, да. Основная претензия к торговым объектам, профсоюзный советский трак, это то, что невозможно будет машинам при том проекте, который представляли изначально, если он был, конечно, невозможно будет машинам заезжать, не создавая пробки и засоры. С этого все и началось, когда начали анализировать проект, который был предоставлен, который прошел, опять же, хочу сказать, рабочую группу, да, и в рамках градостроительного совета решался вопрос, не связанный с выездом, въездом. Градостроительный совет вопрос стоял только о назначении, нет, о назначении земельного участка, так как там земельный участок на сегодняшний день это садовое общество, да. Надо переводить земли. Да, надо переводить земли из одного, да, из одного показателя в другой показатель, да, там, из садового общества, как минимум, там, я не помню, честно. По-моему, в зону общественной деловой застройки. И, по сути, вот этот вопрос стоял на градостроительном совете, а все остальные вопросы должна была разобрать рабочая группа, которую я, конечно, не вхожу, по мере... При администрации города рабочего? При администрации города, при градостроительном совете, при департаменте, как там, отделах градостроительства, есть рабочая группа, которая сначала разбирает все эти проекты, чтобы лишний раз не тратить время на градостроительном совете, вот на эти все моменты. Там вопросов не возникли? Там почему-то у членов рабочей группы, и не раз про это я говорил, потому что мне очень не нравится, как работает эта рабочая группа, да, почему-то такие вопросы не возникают, да, Они спокойно все пропускают, и когда дело доходит уже до градостроительного совета, когда мы должны обсудить один вопрос, а в итоге из одного вопроса вытекает куча-куча маленьких подвопросов, которые намного важнее, чем изменение земельного участка, либо еще что-то либо, сразу же появляется, как говорится, во-первых, у инвесторов появляется недогадование по этому поводу, так как можно было эти все вопросы в рамках рабочей группы обсудить и решить на той еще стадии, потому что градостроительный совет собирается не так часто, не как рабочая группа. Если рабочую группу можно собрать раз в неделю, раз в месяц, то градостроительный совет у нас собирается, ну, если раз в квартал соберется, это и то. И хорошо. Это и то, во-первых, и хорошо, во-вторых, это надо кворум собрать, потому что количество членов градостроительного совета, это не количество членов рабочей группы. В общем, группа не разобрала эти вопросы, эти вопросы все вышли на совет, случайно. Это случайно, благодаря то, что мы тщательно подходим к каждому проекту, который выносится на градостроительный совет, да, благодаря этому подняли немаловажные вопросы, связанные с дорожным движением. Я правильно понимаю, что инвесторы не ожидали, что они с такими вопросами столкнутся? Конечно, они не ожидали, потому что в повестке стоит один вопрос. А почему? То есть люди, которые строят торговые центры с парковкой на 200 почти машин, они не понимают, что этим машинам надо как-то заезжать и выезжать? Потому что к ним эти вопросы в рамках рабочей группы не задали. У них проект прошел рабочую группу, у них проект прошел все, что связано, все вопросы, которые можно было задать в первой инстанции, они все прошли. И зачем им лишний раз к чему-то готовиться? У них есть еще один вопрос, который они основной выносят на градостроительный совет. Все, они не готовы уже к этому. А когда градостроительный совет, конечно, начинает поднимать те вопросы, которые еще надо было задать в первой инстанции, проще сказать, понятно, они не готовы, они не знают, что ответить на этот вопрос, они не готовились даже к этому, ко всему. Понятно, что мы начинаем задавать вопросы, почему это не сделано, почему здесь движение неправильно сформировано, почему в проекте полосы, разгонной полосы нету, с выездами, почему... И много-много-много-много вопросов появляется, вплоть до коммуникаций даже, потому что на сегодняшний день, где это будет стоять территория, где этот торговый центр собирается инвестор строить, там, во-первых, если кто ездил, да, там, во-первых, уклон прямо к железной дороге идет, да. Вопрос сразу становится с ливневой канализации, куда будет деваться вода с этой территории, сразу же, куда, какие коммуникации будут подходить, и куча-куча-куча вопросов появляется на градостроительном совете. Вот из этого и появляются такие новости. Я правильно понимаю, что месяцем не обойдется? Да не обойдется здесь месяцем, потому что, например, по проекту, который связан по улице Производственной, там еще вопросов очень много будет, только по той причине, что, ну, во-первых, там надо разобраться, где делать полосу разгона, потому что там муниципальная земля частичная, и я не думаю, что инвестор хочет отдать кусочек своей земли под полосу разгона, вот, и в дальнейшем там надо понимать, из чего это здание будет делаться, потому что, согласно проекту, сэндвич-панели, но хотя, согласно эскизному проекту, который они показали, там очень большое остекление идет проекта, при сэндвич-панелях там на остекление очень сложно выстраивать, да, потому что мы с вами видим практически все проекты, связанные с сэндвич-панелей, это торговый центр Макси, это на сегодняшний день Джимол, мы с вами не видим большого остекления, там просто сплошные стены, и так местами где-то есть стекушки, а согласно этих проектов, там очень много остекления, вот, у меня один из вопросов был, а все-таки тот ли материал будет использоваться, и тот ли проект в итоге будет, который сейчас проходит через Градсовет, а по факту потом мы можем с вами увидеть совсем другое здание с другими расцветками. Хорошо, Константин, вот я поняла, да, надо подождать все-таки очередного выступления инвесторов, когда оно состоится, оно должно быть тоже в рамках Градостроительного Совета? Я надеюсь, я надеюсь и верю, что этот проект в итоге дальше вынесут опять же на Градостроительный Совет. Не получится так, что где-то там в кулуарах получат отвергнутый вопрос и построят внезапно? Там бывает такое, не буду отходить в сторону, да, когда некоторые проекты просто не доходят до Градостроительного Совета, а мы с вами видим, что получено разрешение на строительство. Надеюсь, что администрация от этой инициативы будет все дольше и дальше избавляться. Ну, все-таки вот, потому что история-то с производственной очень резонансная, там действительно сложности большие и с движением, и с трафиком, и с выездом. Так там не только есть производственная, там и по второму проекту. По Рудницкого, да? Да, по Рудницкого. Есть вопросы только по той причине, что, опять же, вопрос-то стоял по Рудницкого только фасад. Вот вы поймите. Согласовать цвет? Да, согласовать цвет. Согласно Градсовету вопрос стоял согласовать цвет. Вот, а в итоге мы начали с цвета, а закончили строительством детских садов, социальной инфраструктуры, шириной проезжей части, и все, что с этим связано. Давайте подумаем, что мы бы так не углубились, а просто бы сделали тот, согласовали тот вопрос, который есть. И сейчас бы через пару месяцев, через три месяца мы бы с вами увидели разрешение на строительство, как это было раньше, там лет пять назад, четыре. А потом через два увидели бы высотку. Да, ну, там не то, что высотка, там шесть этажей, но тоже многоэтажный дом, да, со своей инфраструктурой, но без социальной инфраструктуры этого микрорайона, который и так там в не лучшем состоянии находится, пусть даже и строят новые детские сады и школу. Вот мы бы с вами увидели выезд с придомовой территории на улицу Ленина, который был бы не облагоустроен, да, как здесь сейчас, так и бы все и осталось. Притом бы мы бы увидели там с вами какую-то пробку постоянную, так как с поворотом налево машины бы стояли, которые захотели бы заезжать в микрорайон. И куча-куча таких проблем, которые бы в дальнейшем столкнулись бы все, как сейчас сталкиваются в чистых трудах, как сейчас сталкиваются в этом микрорайоне, когда просто-напросто не учитывались те проблемы, которые могут быть через четыре, через три года, через пять лет. О чем Илья Вячеславович-то и заявил на градостроительном совете, что он не хочет создавать на сегодняшний день инфраструктуру данного микрорайона, не проработав его полностью. Я с ним на сто процентов в этом солидарен, согласен, так как не раз пешочком проходился по этому району, да и по многим районам ходил и наблюдал в том состоянии, в котором они находятся. Конечно, надо сначала перед строительством любого дома смотреть вперед года на три, на четыре, на пять, как там дальше все будет развиваться. Константин Сичихин в нашем эфире, член общественного совета при Росавтодории, член рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог, член градостроительного совета при администрации Кирова. Небольшой перерыв, две минуты рекламы, и мы вернемся. Константин Сичихин в нашей студии. Мы продолжаем еще немножко про градостроительный совет. Я, Константин, поняла, что активно вопросы задавал глава администрации Илья Шульгин. Я вижу по СМИ, что вопросы задавала Елена Ковалева. Я говорила с вами, я говорила с Юрием Шлемензоном, понимаю, что вы как члены градостроительного совета вопросы тоже задаете, но в градостроительном совете не четыре человека. Да, конечно, не четыре человека, там более десятка человек. И где все остальные? В основном все эти люди это представители строительной отрасли, представители архитектурного союза архитекторов. И вот самое интересное, сколько бы я не сидел на градостроительном совете, и сколько бы я туда не приходил и не высказывался. И сколько бы проектов не обсуждалось. Сколько бы проектов не обсуждалось, почему-то наше строительное и архитектурное сообщество, они постоянно либо соглашаются с теми проектами, которые представлены, либо просто отмалчиваются. Практически не высказывая какое-то, не то что говоря, критического мнения, да совсем какого-то мнения, как специалистов, которые туда были, которых туда позвали. Может, они согласны с теми проектами? По сути, у них не то, что они согласны, просто у них, наверное, складывается такое свое корпоративное, или как бы так, сообщество или мнение. Корпоративная солидарность? В следующий раз придет кто-нибудь из другой архитекта со своим проектом, да, и тот промолчит, и я тут промолчу, и так будет лучше, да, в данной ситуации. Мы друг друга поддержим, не заклюем. Да, да, и вот в данной ситуации, для чего они туда приходят и зачем они там сидят, я просто-напросто не понимаю. И вот, честно бы, просто надо заменить всех. Ага, ага, вот так. Да, ну, а зачем приходить и молчать? Вы пришли туда, вы экспертное сообщество, вас позвали к градостроительный совет, для того, чтобы вы высказали свою позицию, как экспертное сообщество. А вы из 15, там, из 10 человек, вы сидите, и только двое людей что-то пытаются как-то поменять, какую-то градостроительную политику, чтобы как-то было лучше для города, да. А вы, экспертное сообщество, сидите и просто-напросто молчите. Просто взяли, уткнулись куда-то там в свои писульки, да, и сидите и молчите. Но это неправильно же. Вас сюда позвали, то, что вы высказывали, чтобы вы эксперты, а не просто там люди с улицы пришли. Так на вас пытается город как-то равняться, на вас пытается город вас спрашивать, потому что вы же эксперты в строительной отрасли, а вы сидите и молчите. Ну, вот это мое особое мнение такое на сегодняшний день по поводу безоставительного совета. Хорошо, Константин так это раскритиковал. Ладно, еще одна тема, тоже связанная со строительством косвенно, и связанная с безопасностью дорожного движения. В эти выходные появилась информация о том, что мама девочки, погибшей в аварии у торгового центра «Максима», помним, да, эту историю, когда пьяный водитель избил бабушку с ребенком, начинает сбор подписей за строительство подземного перехода, вот там, возле магазина «Магнит», ну и, соответственно, не очень далеко от торгового центра «Макси». Организуется сбор подписей, должен он пойти еще во вторник, и в среду у ЦУМа, так, во вторник у ЦУМа, а в среду памятника Конева. Анонс мероприятия опубликовали в паблике «Злой водитель». Уже написано обращение на имя губернатора Кировской области Игоря Васильева с просьбой о том, чтобы построить подземный переход, таким образом предотвратить несчастные случаи. Ну, мы помним историю на улице Московской, недалеко от Макдональдса, там тоже была авария со сбитием пешехода, и после этого, в общем, построили подземный переход. Ваше мнение, Константин, нужен, не нужен подземный переход? Потому что есть мнение экспертов-урбанистов о том, что подземные переходы не совсем удобны для пешехода. Я бы это мнение экспертных урбанистов, да, шли бы они в другой город, это мнение высказывали. Только по той причине, что хоть что-то, если обезопасить наших пешеходов, без разницы, это будет подземный, либо это будет надземный пешеходный переход, и улучшить дорожную инфраструктуру и безопасность дорожного движения в данной ситуации, да, это будет плюсом для города, плюсом для населения, да. Если там на сегодняшний день такой большой трафик пешеходов, то почему бы там не построить подземный переход? Если есть на это какие-то денежные средства, да, там, в рамках какой-либо программы, либо есть в городе, так давайте лучше будем строить там подземные и надземные пешеходные переходы, чем будем каким-то образом эту инфраструктуру улучшать другими способами. То есть просто светофора там недостаточно? По московской интенсивный трафик? Надо считать трафик, вот надо начинать с трафика, надо посчитать трафик, посмотреть, есть нормативы, когда должен быть надземный или подземный пешеход, да, пешеходный переход. Если этот трафик совпадает с теми нормативами, которые установлены в Федерации, да, то, конечно, надо строить, потому что есть метельные случаи по данному пешеходному переходу, есть и не только, наверное, там и ДТП происходили в данной участке дороги, то, конечно, там надо строить. А вот когда урбанисты говорят, что надо искать другие способы, на сегодняшний день я других способов не знаю. И сколько бы ни ездил в другие города и миллионники... Развести потоки пешеходов и транспорт. Ну, один, развести потоки пешеходов и транспорт, это только один случай, это просто взять, перегородить нашими желтыми заборчиками, как у нас любят делать в администрации, да. Ну, вот вы сразу говорите, не надо, да. Так в данной ситуации, а урбанисты что предложили-то, эксперты? Ничего же больше. Просто сказали, что развести... Ставьте светофоры. Нет, ставьте светофоры. Ну, светофоры ограничивают движение транспорта, да. Создают с какой-то точки зрения пробки на данном участке, на другом участке, да. Уменьшают скорость движения транспорта. Вот для этого, что ли, сделать эти пешеходные... Ну, как бы светофоры поставить, чтобы еще больше пробок в городе стало. Но он там есть, светофор, он просто с кнопкой, насколько я понимаю. Ну, давайте... Нет, вот надо начинать... Вы мне задали вопрос. Для безопасности пешеходов лучший способ это подземный переход или надземный переход. Это для безопасности пешеходов надо сначала начинать с расчета трафика пешеходсанализа данного участка дороги. Если там трафик большой пешеходов, да, то значит надо строить либо надземный, либо подземный пешеходный переход. Константин Сичихин, в нашей студии 4 минуты, даже 3 остаются до конца эфира. И я бы хотела, Константин, чтобы вы анонсировали еще одну тему. Совещание по проблемам предпринимателей в сфере придорожного сервиса. Вы сказали, что пройдет оно в начале апреля. С чем связано, с какими объектами? Вот, в начале апреля, примерно это где-то в первых числах апреля, уже по дате мы определились. 3 апреля это будет в Росавтодоре, в ФКУ Прикаме будет проходить... Это где, это где, это в Кирове или в Кирове? Здесь, в Кирове, да, в ФКУ Прикаме на Герцена. Это филиал в ФКУ Прикаме Пермского, ну, всей федеральной сети, которая относится к Перми, Кирова и Эдмуртия. Вот, будет проходить совещание. С чем это связано? Проблема. Есть проблема, на сегодняшний день есть проблема предпринимателей, предпринимательского сообщества, которые работают на сегодняшний момент на федеральной автодороге. Та автодорога... Федеральная, та часть автодорога, в общем, в Кирове? Да, даже это не та часть, это даже там есть проблемы в Котельниче, есть проблемы в Орлове, возле Кирова есть проблемы. Это та часть предпринимателей, которые работают совсем на федеральной автодороге. Почему? Потому что на сегодняшний день придорожный сервис это кафе, это шиномонтажи, это какой-то автостоянка, пункт контроля, там пункт размещения, мотели, отели, все что с этим связано. Это все придорожный сервис. На сегодняшний день федеральная автодорога, которая у нас идет, это Киров, Кострома, Пермь и Федеральная автодорога, Вятка, это федеральная собственность. Когда эти кафешки ставились, они ставились еще на областном объекте. Были нормативы одни, сегодня нормативы другие и требования к этим кафешкам намного-намного изменились и по безопасности дорожного движения. И понятно, что сейчас этот бизнес, к ним пришли письма со стороны ФКУ Прикамья, а это со стороны Росавтодора по сути получается, о том, чтобы придорожную территорию, это въезды, съезды, освещение привести согласно федеральному законодательству, федеральным нормативам. А это колоссальные денежные средства, которые предприниматель должен на сегодняшний день потратить. А если не найдешь и не потратишь, то что? До свидания, закрывайся и уходи. Ну, первый вариант, это правильно вы сказали, до свидания, закрывайся и уходи. Второй вариант, тебе просто перекопают, потому что это небезопасно будет на федеральной дороге, так как требуют нормативы, да. И третий вариант, это когда будут проектировать данную реконструкцию федеральной автодороги, просто не учтут этот съезд. По сути, твой съезд к твоему придорожному сервису, он будет незаконным. Поэтому мы, по связи с тем, что полуряд обращений предпринимателей ко мне обратились, да, я принял решение. И как бы совместно с общественной организацией опоры России мы приняли решение провести данное совещание в начале апреля. Начало апреля, третий апреля, если бы то. Да, на третий апреля мы планируем. Пожалуйста, совещание, у кого есть вопросы? Да, у кого есть вопросы? Константин Сичихин, член общественного совета при Федеральном дорожном агентстве Росавтодорог, член рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог. На этом особое мнение программы заканчивается. Благодарю Константину и говорю до свидания нашим слушателям. Спасибо большое.